Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о пряже фирмы YarnArt серия Begonia. Это турецкая пряжа, мерсеризированный хлопок 100% довольно-таки плотного хорошего кручения. Здесь 169 метров 50 граммов. Замечательная пряжа, благодаря своей мерсеризации имеет вот такой вот красивый глянцевый оттенок отблиз. Идеально подходит для вязания летних вещей, топов, платьишек детских. Также я рекомендую эту пряжу использовать для вязания детских вещей. Она не вызывает аллергии, не деформируется при стирочке, при глажке. Очень непривередливая пряжа в носке. Мне нравится из нее изделие для вязания крестильных наборов, детских платьишек. Получается очень довольно-таки нарядным, несмотря на свою простоту. В этой пряже довольно-таки хорошая широкая цветовая гамма, то есть есть из чего выбрать. Здесь рекомендуют размер спиц для вязания до 3 мм. В принципе соглашусь, но более рыхлое вязание. Для более плотного вам понадобятся спицы номер 2. Это для тех, кто хочет связать летний топ или платьюшка спицами лицевой гладью. Для тех, кто хочет вязать крючком из этой пряжи, то рекомендуют использовать до 3,5 мм. В принципе тоже соглашусь, но вот 3,5 мм я не вязала. Троечка это максимальный крючок, который я брала. И получается довольно-таки рыхлое, красивое вязание для детских платьишек-кожуров. Для тех, кто хочет более плотное вязание, то, соответственно, берите где-то 1,75 мм. То есть до 2 мм, я думаю, крючок вполне сгодится. Вот, что хочу по поводу сказать этой пряжи. Требует она, как и все пряжи, ручной стирки, не более чем 40 градусов. Непривередливая она в глажке. Можно отпаривать эту пряжу, не деформируются при глажке вещи. Довольно-таки красивый вид, имеют ухоженный. И в принципе я эту пряжу использовать рекомендую, так как вяжу с нее сама. Довольно-таки бюджетный вариант для хлопка и в итоге красивый вид получается вашего изделия готового. Конечно же, делитесь в комментариях, кто что вязал из этой пряжи. Мы обязательно с вами посмотрим на фотографии в группе моей ВКонтакте, поэтому ссылочку я оставлю под этим видео. Заходите туда, оставляйте свои работы готовые, делитесь комментариями по поводу этой пряжи. В общем, не забывайте ставить мне лайк, кому понравилось. Хорошее настроение, ровных петелек, творческое вдохновение. Пока-пока!